друзья всем привет хочу кратенько рассказать какая ситуация у нас виноградом что происходит значит у нас заморозки третий день минус один ночью вот получается что опять мы его укрываем я уже один раз укрывал и укрываем его снова сейчас уже посмотрел прогноз плюсовая температура на 7 дней устанавливается поэтому мы его открываем смотрите вот эту часть я открыл и что мы видим мы видим вот такой вот наклоненный к земле виноград который я прямо сверху укрывал дарнитом мне удалось сохранить листовой аппарат видите листья на месте да они не попали под заморозок то есть с ними все окей на самом деле я думаю что не не факт что они пострадали бы без укрытия но я перестраховался потому что если смотреть на другие растения на участке вроде бы как минус совсем слабенький был минус 1 и все как бы обошлось вот но я перестраховался и укрыл теперь что нам нужно сделать теперь мы его обратно поднимаем на проволоку и делаю я предварительную обрезку вот что это значит вот допустим нас три куста двухлетки я обрезаю где-то на 12 почек каждую из лоз то есть макушку не оставляю отрезаю все-таки мне кажется что она уже больше не работает не на куст а больше уже требует к себе питательных веществ оттока и поэтому я ее обрезаю здесь мы видим что уже как бы начинает частично возревать от корня лоза но наверху еще она зеленая в общем все оставляем вот так и надеемся что за неделю теплой погоды на относительно теплой там плюс 7 днем и плюс три ночью что-то у нас тут в лучшую сторону изменится вот это у нас юханатер он слабенько совсем зреет ну молодежь вообще капец вот но молодежь я думаю что главное хотя бы пару почек снизу вызрело и достаточно будет на на следующий год так его смотрите ронда вообще отлично зрелая лоза хорошая но почек наверное на 7 она уже точно в хорошем состоянии а дальше я думаю за эти семь дней она еще дозреет тоже видите помните какой огромный куст был но я вот его предварительно обрезал оставив вот такое вот лозу часть даже может быть я и оставлю на укоренение на весну вот у меня здесь есть прустики от этого куста в принципе можно брать он уже такой сильный и мощный и питание достаточно в черенках будет вот это не загадка шаров как я и предполагал потому что совершенно другая ягода посмотрите что значит жирующая лоза видите какая толстая и вот такая лоза очень плохо зреет очень плохо вот поэтому желательно не допускать жирование кустам ну посмотрим будем надеяться что что-то вызрит если не вызрит он пойдет от головы следующем году то я думаю с ним расстанусь хотя ягода мне понравилось может быть и оставлю последний шанс дам не знаю посмотрим вот все сейчас значит мы проделаем вот такие процедуры с виноградом опять его а кстати говоря не показал я вот для себя хочу выяснить такой момент действительно ли работает прием когда горизонтально укладываешь лоза что они типа быстрее возревают я вот на этом кусту положил две лозы горизонтально и 2 вертикально и посмотрим потом на результат что будет ли разница какая-то взрывание что быстрее вызревать так ну вот так же сейчас я буду поднимать вот эти кусты смотреть более выбирать более-менее подходящие мне лозы обрезать оставлять и какие-то вообще убирать чтобы не расходовалось питание куста потому как уже скоро зима и нужно максимально нам форсировать возревание так открываем вот это все открываем вот там и вот здесь тоже мы все снимаем и подвешиваем на проволоку или хотя бы от земли на какое-то расстояние чтобы проветривалась и вот еще курс технаря это денисовский тоже можете видеть да вот насколько технари больше конечно приспособлены к нашим условиям вот на где-то тоже 67 почек глаза уже вызрела будем надеяться что вызрит еще дальше так все что мы обрезаем и все листья которые падают у нас под шпалеру мы с вами должны убрать нам зараза не нужно так что все убираем и вывозим куда-то за пределы участка или сжигаем так за пределы участка это имеется ввиду на достаточное расстояние чтобы спора у вас не мы обратно не прилетели на участок но лучше конечно же по хорошей мысли ну и вы можете делать какие-то выводы что виноград все-таки это довольно таки трудозатратное мероприятие и оценивайте свои возможности когда решите посадить несколько кустиков хотя думаю что определимся мы с сортами которые требуют к себе минимального внимания и минимального ухода и так потратив четыре с половиной часа мы сделали предварительную обрезку и подняли наш виноград опять на шпалеру в таком состоянии он у нас уже пробудет до первых заморозков больше я его укрывать не буду уж если вызрит так вызрит а нет так значит не вынес емкости из теплицы с виноградом от левакомский надежда азос и виктор для того чтобы виноград понимал что уже осень и пора уходить спячку и не распускал почки потому что на надежде у меня верхние почки пошли в рост короче говоря но я этот эту часть рано не вызревшие лозы я отрезал но вот так я вынес чтобы он уже успокаивался и готовился к зимовке мы его будем убирать теплое теплое помещение там скажем до минус 5 вот в электро щитовой вот в эту я его ставлю на зиму и он там нормально зимует там ниже минус 5 не опускается температура 11 октября два дня у нас виноград поднят после укрытия от заморозка процесс возревания идет но идет очень медленно вот мы видим августин хуже чем гарольд кадрянка но темнеет лоза но не так быстро как хотелось бы так и я значит не сказал в прошлый раз что подкормил я под корень монофосфатом калия монофосфат калия под корень не очень хорошо лучше лучше сернокислый калий но у меня его не было и по листу тоже прошелся монофосфатом калия такая ударная доза 80 грамм на 15 литров вот для вызревания лозы это необходимо делать в нашем регионе по-любому без этого никак вот сейчас посмотрим мы те кусты кристалл так себе солярис вот он вроде бы должен у нас нормально без хлопот расти вызревать лоза должна но что-то у него лоза плохо зреет может быть конкретно мой бьянка то же самое та же самая история плохо зреет лоза но вкус вкус у меня же второй год жирует так что не знаю посмотрим и вот эти вот нормально прибалты как обычно у нас это церава сагра и леопаис дзинтерс хорошо зреет хотя молодой куст юханатер вот мы можем по их антру видно посмотрите за два дня как он прибавил здорово была зеленая лоза стала уже такая довольно таки коричневая там вот солярис там растет вон там видно да на заборе тоже неплохо зреет лоза так молодежь видите под банками у меня банки кстати от поения я емкости меняю сейчас на клетках на своих другие ставлю вот эти пока сюда поставил так ну ронда все понятно так вот значит проблемный на наш самый вкус видно что тоже коричневеет потихонечку но думаю что не успеет он до заморозков ничего хорошего не будет опять таки и пойдет над головы но конечно будем надеяться на погоду посмотрим но все я рассказал вам про манипуляции которые мы проделываем осенью на нашем винограднике для того чтобы вызрела лоза это позволит винограду нормально перезимовать если лоза не вызрит то ничего хорошего нас нас не ждет и следующем году куст отобьет от головы вот и все заново как бы год потеряли получается но будем надеяться на хорошую погоду максимально долгое время и на возревание так а вон там смотрите у нас спасется говядина соседская все на этом спасибо за внимание подписывайтесь на канал ставьте лайки или дизлайки всем пока всем всего хорошего не пропускайте рекламу